Время новостей на канале СКАТ ТНТ в студии Вячеслав Душин. Здравствуйте. 505 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары с начала зимы до сегодняшнего дня. В этом принимают участие люди и техника муниципального предприятия, а также подрядные организации. С приходом весны можно подвести некие итоги. Сами коммунальщики на заседании Самарской городской думы поставили себе оценку 3 по пятибальной шкале. Было решено консолидировать усилия, чтобы исправить такое положение. На заседании думы городского округа Самары рассмотрели вопросы об обустройстве территории города. Подробно обсудили итоги уборки снега в зимний период силами МП благоустройства, в чем виднее очистка центральных городских улиц. Ежедневно их убирает порядка 300 единиц техники. С начала сезона вывезено 505 тысяч тонн снега. Его складируют на пяти муниципальных полигонах и одном частном, наиболее удобном для вывоза снега из центра города. Руководитель МП благоустройства говорит, что парк техники надо увеличивать, чтобы более качественно справляться с задачами уборки города. Общее количество уборочных машин далеко от нормативных значений. Городу-миллионнику необходимо иметь более тысячи единиц. Хотя в 2015 году под поручение главы города закуплено более 60. Нужно проводить замену устаревших машин, которые строили уже долгие годы. Помочь определить участки в районах, где вопросы благоустройства стоят наиболее остро, готовы депутаты. Было выработано предложение о создании рабочей группы. В рабочую группу, соответственно, от депутатского корпуса войдут профессионалы, которые занимаются проблемами жилищно-коммунального хозяйства, юристы профессиональные. Совместная работа нам нужна для того, чтобы город привести в порядок. Нашей задачей я вижу выработку совместной стратегии для достижения результата. Мы должны создать условия, при котором мы вырастим данные предприятия для жителей. Ну и как следствие, поднимем частоту уборки за какое-то определенное количество времени. По итогам встречи договорились заключить соглашение, в рамках которого депутаты и представители общественности смогут участвовать в приемке работ по уборке города. Более двух тысяч многоквартирных домов в регионе отремонтированы с начала реализации программы капитального ремонта. В этом году планируют привести в порядок еще более одной тысячи домов. Чаще всего люди просят отремонтировать кровлю и инженерные системы. В нюансах и сложностях поэтапно попытались разобраться наши корреспонденты. Капремонт кровли в этом доме был запланирован на 2022 год. Однако жителей такое положение дел не устроило. Инженерные сети в доме были крайне изношены. Местами жильцы меняли трубы за свой счет. Провели собрание, собрали подписи. И значит написали, что нам не крыша нужна, а инженерные сети. Дом у нас 11 подъездов, 364 квартиры. И когда мы начинали этот капитальный ремонт, не верилось, что мы все сделаем, нам все сделают. Ну вот получилось так, все сделали, прекрасно. В квартирах полностью заменили стояки канализации, водопровода, холодной, горячей воды. И полностью заменили отопление. Работу провели с небольшим опережением графика за 4 месяца. Такая умная система позволяет сэкономить до 30% тепла. Здесь установлены по отоплению современные узлы фирмы Danfoss, которые работают в автоматическом режиме. Скажем так, мы осенью задали температуру, нужную по графику. И согласно датчика, который на улице висит, температурного датчика, он выдает данные узлу, а тот в автоматическом режиме регулирует температуру. Такой подход дает возможность сэкономить на коммуналке с каждой квартиры в среднем до 6 тысяч рублей в год. Аналогичный ремонт провели в доме на Ленина-5. Очень много жителей хотят делать инженерию, потому что на многих домах очень долго не менялись трубы. Приходишь на домах – ужас. Вот на данный момент, в этом году у нас в плане 1073 дома. Из них около 400 с лишним инженерию люди хотят. Екатерина Алексеева, Олег Галочкин, СТВ. Нуждаемость и адресность – таковы принципы новых законодательных актов о социальной поддержке отдельных категорий граждан. Дополнительные выплаты с 1 марта будут получать многодетные и воспитывающие приемных детей семьи, сироты и люди, оказавшиеся за чертой бедности. Отзывы граждан о новой системе в нашем следующем сюжете. Венера Насырова – многодетная мама. Когда появился на свет третий малыш, супруги остро ощутили на себе, что значит быть большой семьей в нынешних экономических реалиях. Старший сын, кроме школы, занимается танцами, средняя дочь – музыкой. С 1 марта многодетным малоимущим семьям значительно усилена поддержка. Более чем в три раза выросло пособие по бедности. Теперь компенсация за коммунальные услуги выросла с 30 до 50%. Проиндексированы выплаты на детей, сохранены и даже увеличены ежемесячные выплаты на третьего и последующего ребенка. Теперь почти 10 тысяч рублей. Кроме того, семьи Насыровых теперь компенсируют 50% за коммунальные услуги. Мы очень довольны, что государство сейчас уделяет очень большое внимание многодетным семьям. И когда очень много детей, ну не очень много, трое детей, все-таки это такое количество, когда уже материальная сторона уже значительная, то есть затраты уже ощущаются. Сегодня в Самарской области более 10 тысяч детей-сирот. Около 9600 из них воспитываются в семьях, взявших на себя такую ответственность. Такие граждане нуждаются в поддержке и получат ее. С 1 марта проиндексированы пособия и для приемных, и для опекунских семей. Кроме того, по новым правилам при установлении статуса многодетная семья учитываются все дети вне зависимости от родства. А значит, сотни семей региона получат дополнительные льготы. На них распространяются ежемесячные выплаты на проезд. Как правило, большинство детей – это школьники. На них распространяется выплата на питание. Мы помогаем оплачивать питание в школах. И на них распространяется компенсация за жилищно-коммунальные услуги. В Самарской области объем соцподдержки гражданам – один из самых высоких в стране. В этом году из областного бюджета выделят около 15 миллиардов рублей, чтобы помочь людям, которые находятся около или уже за чертой бедности. 2000 военнослужащих и более 400 единиц вооружения и техники в Самарской области прошли учения войск радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа. С помощью аэрозольной завесы бойцы скрыли от авиации средств наблюдения и вероятного противника крупный железнодорожный узел. Цель маневров – маскировка важного объекта, где осуществляется подготовка к маршу воинских эшелонов. В результате была создана сплошная аэрозольная завеса в радиусе 5000 квадратных метров более чем на час. Получен сигнал о налете авиации. Подразделению поставлена задача – осуществить аэрозольное противодействие средством разведки и управления оружием противника. Аврак 15, я веха 0,5, завеса 222. Штраф почти в полтора миллиона рублей придется выплатить жителю Тольятти за попытку нелегального ввоза в Россию золотых украшений. Более ста изделий – это кольца, серьги со вставками из натуральных и синтетических камней – они были изъяты на таможенном посту в аэропорту Курумыч во время проверки багажа мужчины, прилетевшего из Финляндии. Возимый товар пассажир пытался пронести через зеленый коридор, хотя обязан был его и задекларировать. По оценке специалистов, рыночная стоимость украшений составила более 3 миллионов 700 тысяч рублей. Помимо украшений, в багаже были обнаружены пустые упаковочные коробки, маркированные знаком известного ювелирного завода. Данное дело после окончания административного производства было направлено в мировой суд автозаводского района города Тольятти для рассмотрения по существу. По результатам рассмотрения судом гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде одной-второй стоимости товара, явившегося предметом правонарушения. Подготовка инженерных рабочих кадров для производства в условиях новой промышленной революции – эта актуальная тема обсуждалась в Самарском государственном техническом университете. В качестве главного спикера выступал член экспертного совета правительства России Петр Щедровицкий. По его мнению, уровень сегодняшней подготовки специалистов не соответствует мировым требованиям. Эту проблему надо решать. Рабочие руки и инженеры нужны будут в обозримом будущем. Автоматизация и роботизация заменят ручной труд еще не очень скоро. Но работать придется с новыми материалами и технологиями. Специалист должен им соответствовать. Сегодня труд человека низкой квалификации дешевле, чем замещение его функции роботами. И поэтому большие блоки вот этих анклавов старой производственной организации с рутинными функциями, они останутся и будут существовать еще достаточно долго. Вот этот термин революции, ну по крайней мере для меня это нечто перманентное, что потом подразумевает под собой какой-то поступательный прогресс. Вот сегодня мы в технологиях живем в такой период, что революция случается примерно раз пять лет. И как с этим жить, как в этом участвовать и как соответствовать всем вызовам, которые диктует данная революция, наверное, вот об этом мы сегодня и поговорим. 140 лет Самарскому знамени. В этом году юбилей символа русско-болгарской дружбы. К событию приурочено множество культурных и просветительских мероприятий. Одним из них станет вручение копии Самарского знамени солдатам 2-й гвардейской армии, которые выполняют свой долг Сирийской Арабской Республике. В мае 1877 года Самарское знамя было передано болгарским ополченцам от жителей города на Волге. Кроме того, в войне с турками принимали участие добровольцы из Самары. Жители помогали деньгами ополченцам для закупки оружия и снаряжения. С этим флагом наши войска и болгары разбили османов подшипкой. Идея со знаменем пришла в связи с отсутствием государственных символов у болгарского народа. К этому моменту болгарский народ более 500 лет уже находился под Османским игом. И знамя должно как раз было стать символом освободительного движения и нового свободного государства. Уникальность заключается в том, что ведь никто не гнал, никто сверху не заставлял. Это движение родилось из самой толщины народной. Наш самарский народ, как никакой другой, откликнулся на это жестокое подавление восстания болгар. В юбилейный год будут проводиться специальные уроки истории и общественные мероприятия. Кроме того, планируется, что 9 мая с площади Куйбышева отправится экспедиция в Сирию. Копия Самарского знамени будет вручена самарским военнослужащим, которые проходят там службу. Максим Устрикова, Владимир Терентьев, СТВ. Подари надежду. В Самаре по инициативе главы города Олега Фурсова состоялся второй благотворительный аукцион в поддержку детей с онкогематологическими заболеваниями. В прошлом году вырученные средства, а это почти полмиллиона рублей, направили в поддержку шестерых детей, проходящих лечение в детской клинической больнице номер один. На этот раз аукцион прошел с еще большим размахом. 20 слотов, выставленные на аукцион, это картины, куклы и игрушки, выполненные руками самарцев, для которых ограниченные возможности здоровья не стали преградой для реализации творческих способностей. Порой им самим нужна помощь, но на этот раз помогают они. Конечно, это поможет кому-то из детей, их родителям, поднять силы духа, надежду учить. Благотворительный аукцион стал доброй традицией. По итогам прошлого года было выручено почти полмиллиона рублей. Помощь получили шестеро детей с диагнозом онкология. Самое главное, что мы все вместе с вами возрождаем, наверное, вот эту вот культуру благотворительности. Ведь каждый хочет, каждый может чем-то помочь, просто, может быть, не знает, как это возможно. Аукцион – это именно та площадка. Мероприятие привлекло внимание широкой общественности и получило множество положительных отзывов. Яркие интересные лоты оценили представители бизнеса и руководители самарских предприятий. В аукционе также принял участие глава Самары Олег Фурсов. Я искренне благодарен всем организаторам этого мероприятия, что мы с вами смогли этот аукцион подготовить. Благодарен всем, кто пришел сюда и чувствует себя человеком, готовым помочь людям, оказавшимся. Сложная ситуация. Главная цель фестиваля – укрепление не только деловых, но и культурных связей. На выставке корейского народного прикладного творчества в Доме культуры «Заря» побывала наша съемочная группа. Шкатулки для драгоценностей, из не менее драгоценных камней и дерева, настенные украшения, стеганые сумки и многое другое. Все вещи, представленные на выставке – это кропотливая, ручная работа мастеров южнокорейского города Тхоньон. На стенде неподалеку тоже своего рода народный творческий взгляд, фотографии местных достопримечательностей. Большая часть это места – наиболее полюбившиеся в последние годы туристам, в том числе и из России. О какой русский не любит отдохнуть в теплых краях, шутят участники делегации. К себе приглашают и уже вместе с представителями Самары пытаются наладить туристические потоки между двумя городами. Соглашение об этом уже подписано. А чтобы культура Восточной Азии стала более понятной для русского человека, всех желающих помимо выставки приглашают на концерт камерной музыки. Это классическая музыка, это симфонический оркестр. Состав делегации более 20 артистов приехало в Самару. Конечно, это уникальные по своей специфике и звучание, инструменты. Но более подробно можно будет увидеть каждому жителю, который придет на концерт. И действительно услышать, почувствовать, прочувствовать город Тхоньон. Посетить выставку может любой желающий. Она будет работать в Доме культуры «Заря» до 4 марта с 12 часов. А в 6 вечера 3 и 4 марта состоятся концерты. Павел Баймаков, Владимир Терентьев, СТВ. В Самаре стартовал прием заявок на пятый международный форум «Иволга-2017». Он пройдет на Мустыряках с 14 по 24 июня. В этом году ожидается участие 5000 форумчан. При этом на международную смену выделено 2000 мест. Талантливая молодежь со всего Приволжского федерального округа и иностранцы проведут 10 продуктивных дней. В этом году будет насыщенная программа. Подробности далее. Михаил Мирсков уже отправил заявку на форум 2017 года. Его проект «Благо добра» занял первое место и принес в прошлом году автору 300 тысяч рублей. Эти деньги Михаил вложил в уникальную площадку, которая объединяет маломобильных россиян. На портале инклюзивных практик пользователи узнают последние новости о форуме «Иволга». Кроме того, здесь же активисты Самарского инклюзивного клуба добровольцев делятся профессиональным и житейским опытом и обмениваются мнениями с юзерами. Михаил решил провести конкурс на лучшую инклюзивную практику в России, победители которого получат ценные призы. Более того, 6 марта стартует сбор в поддержку молодого проекта на сайте планета.ру. Я, будучи самым человеком с инвалидностью, я знаю, как именно приходится человеком с инвалидностью, что требуется. «Иволга» — это хорошая стартовая площадка для молодежи как для обучения, а самое главное — для реализации своей мечты. Она давала возможность реализовать свой проект, свое детище, которое давно вынашивалось. Порталом Михаила заинтересовались в Госдуме. На Иволге талантливый земляк сможет выступить как эксперт. Об успешных проектах расскажут и другие победители. Лекции будут транслировать в интернете на сайте форума. Наставники участников проконсультируют их в новом каворкинг-центре. В этом году появились новые направления — инновации в промышленности и экологии. Одаренные форумчане пройдут стажировку на крупных промышленных предприятиях. Из них же сформируют состав резидентов Гагарин-центра. На Мострюках ребята сыграют в футбол, а также для них организуют просмотр Кубка Конфедерации. Пройдут выборы молодежного посла чемпионата мира. То есть каждый участник будет демонстрировать свои собственные спортивные возможности, приверженность здоровому образу жизни, будет выступать с программой популяризации чемпионата мира. Самый убедительный молодой человек, он получит статус посла чемпионата мира, как сейчас имеет этот статус Тагир Хайбуваев или Сергей Войтенко. Грантовый фонд «Пятой Иволги» — 8 миллионов. В 300 тысяч рублей достанутся за первое место, 200 тысяч за второе и 150 за третье. В этом году впервые ожидается приезд участников из Донбасса, Луганска, а также из США. Анастасия Шамшурина, Николай Ситов, Антоний Барамзин, СТВ. Спортсмен из Самарской области отобрался на первенство России по боксу. Дмитрий Макин с успехом завоевал себе право представлять наш регион. Весовая категория спортсмена — 81 килограмм. Путевки на престижные соревнования были разыграны на первенстве Российского студенческого спортивного союза. Турнир проходил в Ростовской области. Кроме золотой медали Дмитрия Макина, наши боксеры завоевали серебряные и бронзовые медали. Они на счету Данила Римперова и Вадима Катаева. У меня вся информация. Далее программа «Абзац» и прогноз погоды. В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского — gslimansky.ru. Читайте наши новости в соцсетях в группах СКАД СТВ Самара. Заходите на сайт телерадиокомпании. А я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Увидимся.